Учитывая особый статус детей-сирот и граждан, состоя из семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства первой и второй групп, таким семьям и таким гражданам увеличен размер субсидии на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым на строительство или реконструкцию жилья с 35% до 50% от суммы основного долга по кредитам. Мы посмотрели вот практику применения, и когда люди брали вот эти вот субсидии на погашение основного долга в размере 35%, их часто недоставало. И вот государство, желая помочь этим людям не просто, скажем так, предложить, а там как получится, а действительно довести это дело до логического завершения, чтобы человек построил, чтобы человек был обеспечен крышей над головой, вот решили увеличить. В качестве дополнительных мер социальной защиты многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, им предоставлено еще право на строительство жилья с господдержкой в первоочередном порядке, по аналогии с многодетными семьями, имеющими четверых и более детей. Эти многодетные семьи, они получают жилье в первоочередном порядке. Но те семьи многодетные, которые имеют более троих детишек, а четверо и более, те получают еще быстрее. Так вот, к таким, где четверо и более, приравняли и семьи многодетные, воспитывающие детей-инвалидов. Членам семьи, получателей льготных кредитов, одноразовых субсидий, относятся их дети в возрасте до 23 лет, проходящие альтернативную, я подчеркиваю это слово, службу, по аналогии с детьми, проходящими срочную военную службу по призыву.